Ребята, всем привет! У нас именинница! Ура! Дашка, сколько тебе исполнилось? Это сколько? Пять! Давай покажем твою циферку? Сначала роллер. Давай, роллер. Ой, у него ещё колёса светятся, так? Да, это спереди один-два, а это сзади. Да, сзади. Давай цифру твою покажем. Смотрите, вот такая вот цифра получилась. Конечно же, мне не хватило цветов. И что мы заменили вместо цветов? Что мы поставили? Вкусняшки! И получилось необычно. Обычно. Обычно красиво. Тут пошли все цветы, которые я показывала. И те восемь веточек вот таких вот лохматеньких цветочков. И мои любимые пионы. Всё ушло. Всё, что было дома, всё ушло. И не хватило. И высота где-то, ну, 60 сантиметров этой циферки. Может, чуть больше. Это хорошо. Это хорошо. Один, один-два. Ага. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Да, так много вкусняшек. Да, Шулька, а ну расскажи мне, что мы сейчас делаем? Одеваемся. Ботинки надеваются, так. И мы идём на улицу, да? Да. И что детки сделают из садика? Катаются! Будут, Ашулю, катать на тележке. Идём! Идём, да. Покажи ещё платье моё. Да, показываю ещё твоё платье. Очень нарядное платье, да? Сейчас только курточку наденем сверху. Это на улице холодно, так. Давай. Так, это мы берём в школу. Даша в подарок. Даша будет там пати устраивать, да? Вот такие вкусняшки. Вот такие вкусняшки. Их там двадцать человек. И ещё две учительницы, да, на два класса. Первый и второй год. Тут булочки папа принёс с утра, да, привёз нам. И ещё у нас... То же самое, просто ещё один ряд, их много. И ещё в холодильнике у нас такие какао-напитки, да, в тетропаках маленькие. Ну всё, обувай эти вот кроссовочки, десюнчик. А, это почтарён, да? Моген. Данкешён. Данкеглайфальс. Чизь. Стой, не тяни так сильно, десюнчик, надо приподняться, да? Тяни. Тяни, Лель. Всё. Давай я это заберу, что ли. Мы сейчас будем просто стоять и ждать деток тут. А, писем нам пришло. Блин, если бы это не всё считать, то радости моей не было бы предела. А то, как приходит в середине месяца. Давай мы вот так установим камеру, чтобы она нам всё снимала. Слушайте, ребята, на самом деле Даша на день рождения началась сегодня в два ночи, потому что напугала их немножко, да? У нас открылась загородка, и все четыре зайца выскочили на улицу. И у папы нашего была ночная смена, и он мне пишет, он мне звонит, говорит, зайцы вышли на улицу. Мам, злой, злой, злой. Да. У неё сбили, да. У тебя хавэ, 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 хавэ. Да, только Дасюнечка, только мы ж по-русски говорим, ты забыла? Да, у нас просто камеры по периметру. О, Дасюля, это к тебе идут, детки, идём скорее. О, гавэ, хавэ, 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 халэ, хавэ, хавэ, хавэ? Хавэ, 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 хавэ и у. Аббэшн haya пивистаг, жар майст sexной улицы, я Ao месяц сп términ. И ты получишь красивый Сау-бастер. И красивый уменьшок как ребенок. Добрый день! Ты можешь разобраться? Дай мне уже разобраться. Дай мне ческ! Дай мне ческ! Дай мне ческ! Дай мне ческ! Песня! Дай мне ческ! Дай мне ческ! Дай, мами! Ческ! Ческ! Даша походу сегодня не единственная именинница. Вон еще пришел экипаж детей с повозкой. У нас, да, ночью выскочили зайцы. И Джеймс мне позвонил. Прям позвонил, позвонил. Потому что он перед этим писал сообщения в WhatsApp. Я их не слышала просто. И я такая, зайцы вышли. Было час сорок, наверное, так. Я спускаюсь вниз. Все четыре штуки такие противные. Бегом прыгают везде. Не дают себя поймать. И тот у нас, который ручной, его я быстро поймала. Ну как, я просто подошла, взяла его и посадила в клетку. Самое интересное, что клетка была... Вот сейчас тоже странным образом этот замочек. А ну, смотрите. Но я же его еще не успела поднять. Или это я его ночью забыла опустить. Но не могу себе это представить. Вот замок был вот так, вот так. То есть закрыт, но дверца открыта. И они каким-то образом выскочили. Они, конечно, тут по лужайке прыгали. Тут такая трава. Я прямо видела, как они ее ели. Они хрустели тут ею так. В общем, далеко они не убежали. Но поймать их, они бегают вокруг этой клетки. Я за ними. То с одной стороны, то с другой. Они в руки не даются. Я потом пошла за яблоком. Слышу, Дашка спускается по ступенькам. Я говорю, Дашюля, иди спать еще рано. Я тут зайцев ловлю. Она такая, что, всех? Я говорю, да. Все выбежали, все убежали. Я говорю, не убежали, они вон тут прыгают. Короче, она тоже вышла. Стояла мне тут на страже. Потому что, с одной стороны, клетка очень близко подходит. Вот там. И невозможно ее... Я не могу там пройти. Там очень узко. И она стояла тут на страже. Отгоняла их. Я им дала яблоко. И яблоком немножко так их подманивала. И ловили. В общем, мы где-то полчаса... Вот реально, мы их где-то полчаса ловили. Потом пришли спать. Не можешь заснуть. Дашка еще заходит, поснимается по ступенькам. Видит эту пятерку. Она такая... О, мама! Так красиво! Так красиво! Короче, мы с самого... Мы с самого утра уже празднуем. Да. И утром она проснулась. И роллер ей не понравилось, что она не может им управлять, вот так поворачивать руль. Потому что это такая технология, когда ты наклоняешь его. И колесо как бы само изгибается. И ты поворачиваешь. Это новая технология какая-то. Ой! Она злится, что она не может повернуть так, как она привыкла. Как она знает это раньше, как это было. И потом она еще не может тормозить. Там сзади есть тормоз. И вот... Да. Вроде бы подарок. Она такая... Она злится, что не получается, так как ей хочется по-быстрому. И когда едешь быстро, там светятся колеса еще. В общем, мы выключили свет везде в комнатах. И она ездила так, чтобы смотреть, как светятся колеса. Вот. Но потом я ей сказала, что надо кушать. Сейчас детки за тобой придут. И все разочарование прошло. Потому что можно было надеть принцессе на платье. Можно покататься в коробчонке. И, в общем, вот такие дела. Сейчас уберусь у кроликов. Ой! И потом пойду торт мазать кремом. Смотрите. Шпионский доклад. Я сейчас прибежала в садик. Принесла им вкусняшки эти. И захожу. А Дашка мне такая говорит. Привет, мама. Там у них как перед самим садиком такая комната, где они переодеваются. Рюксочки свои оставляют. Она и еще одна девочка. Я говорю, а ты что тут делаешь? Говорю, что тебе сюрприз какой-то? Да. И я шла. Окна были открыты. Теперь они опустили релеты. И я слышала, как пели. Не знаю, какое-то там... Что-то там устраивает. Так интересно посмотреть. Спрошу у Дашку, но просто она пока так рассказывает, что особо не понять, что там конкретно происходит. Хороший зайка. Да. 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 Специалистка. Да. 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 Он стесняется, Дашуль. Ему неловко, что никто за столом не ест, а он один ест. Да. Да. Типа волнин. И стол не шатай хорошо? И вот. Продолжение следует... 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 Уголками на спине. Это... Вот это кто? Лидия. Ёжик. Ёжик. Так, а ну-ка, вот тут вывеска нам сюда, да? Ребята, мы наконец-то попали домой. Смотрите, нам оставили Дашкин паспорт, только его вот прокололи со всех сторон и сказали на память. Нам его отдают. Хочу вам показать её фотографию, какая мелкая она была. Я помню, мы ещё её когда фотографировали, там её положили, и она... Лёжа её фоткали. Так, ребята, пока Дашка спит в машине, мы попали в такую невероятную пробку. Расстояние, которое можно проехать за максимум 25 минут, мы ехали час десять. И она ещё спит в машине. И я решила вам показать кое-что. Я получила заказ от фирмы, которая называется FGOBI, типа как хобби, да? FGOBI. У них, конечно же, снова вышивка, потому что, вы знаете, мне в последнее время это очень нравится. И я вам сейчас покажу, что это. И одна вещь, это вообще просто новое направление в рукоделии, как мне кажется. Я думаю, может, вам тоже будет интересно, потому что я увидела и подумала, что это такое. Надо попробовать. В общем, картинка такая. Сейчас я вам покажу её, распечатаю. Ух ты! Ну, в общем, сзади, смотрите, инструкция, да? Как шить, как вышивать. Как вышивать, не как шить. Смотрите, это финальная работа, то, что должно получиться. Это не лицевая гладь, но вот как стежки такие, которые находят один цвет на другой, получается такой плавный переход. Мне показалось это так интересно. И теперь, смотрите, прозрачная канва. Смотрите, вот такая вот. Очень интересно, что получится, как это вообще будет вышиваться. У меня где-то есть такие маленькие пяльцы красного цвета. Надо будет их только найти. Смотрите, вот так нанесён рисунок. В принципе, ты свободный художник, да? Ты знаешь, что должно получиться, и можешь вот так примерно вышить, да? Как тебе захочется. Цвета. Ну, цветовая палитра, конечно, очень нежная. Такая розовенькая, такая красивенькая. Это, получается, тут три розовых цвета и два зелёненьких. Так, сейчас мы их расправим. Вот. Смотрите, один переход в другой. И причём очень нежный переход. Так, мне нравится. Три иголочки. Иголочки тоненькие по сравнению с теми, которые обычно приходят. Они прям толстые там такие, да? Эти достаточно тоненькие. Так, следующие. Вот так оно было запаковано. Я это частично показывала в моём видео на другом канале, потому что я сняла видео с рассказом о том, как у меня украли канал, как я его получила назад. И в конце этого видео я показала мою рабочую комнату. И там много бисерных работ. Вот прямо во всех направлениях, в которых я до сих пор работала, работаю, всё показала. Может быть, вам это тоже будет интересно. Вот такая вот картинка. Девочка. Мне понравилась сама идея, что это девочка такая, принцесса. И то, что это 3D-вышивка, да? Тут по-всякому разному можно вышивать. Точно так же внизу такие общие данные, общие разновидности стишков. Тут они описаны более подробно. В принципе, вы видите, картинка от корзинки, стишки одни и те же, да? Ну, вот. Так. Дальше. Цвета, ниточек. Совсем мало ниточек. Картинка вышивается очень быстро, смотрите. Совсем буквально по... Сколько тут? Две нитки каждого цвета. Зелёного и коричневого чуть побольше. Да? Так. Иголочки. Иголочки потолще, чем в предыдущей картинке. Как бы они тоненькие, но чуть-чуть потолще. Конва тоже вот такая вот маленькая. Надо мне поискать мои красные пяльцы и начать вышивать. Очень нравится картиночка. Так, дальше. Сейчас я вам покажу то, чего я ещё сама не видела. Может быть, вы, конечно, уже в курсе, что это есть. Но вы знаете, я долгое время жила вот так. Бисер в вязании. Всего другого для меня не существовало. Выглядит оно вот таким вот образом. А это должна получиться подушка. В итоге с Микки Маусом ясное дело, да? Так, запах у этого наволочки очень неприятный. Я её постираю. Тут, конечно, нанесена разметка по клеточкам. Но я просто её могу потом простым карандашом нанести. Или даже ручкой, неважно. Я её хочу постирать, потому что запах очень неприятный. Смотрите, тут сзади вообще как наволочка, надо сказать, она неплохо так сшита. Тут даже есть замочек вот такой посередине. Да? Вот, смотрите. Тык-тык. И, как я понимаю, на эту сеточку надо нацеплять ниточки. Так? Смотрите, вот это готовый результат. Оно открывается тут... А, нет, не открывается. Это просто два разных листа. И тут вот такая картинка по клеточкам. Какого цвета каждую клеточку... Каким цветом надо заполнить, да? Она тоже, что интересно, разлинована. Так, горизонтально, вертикально, точно так же, как и сама вот эта клеточная наволочка. Сеточная наволочка. И вот тут, смотрите, это всё ниточки. Ниточки, которые... Ну, по виду, я не знаю, по ощущениям, мне кажется, это просто акрил. Самый обычный акрил. Вы знаете, в таких работах акрил это самое оно. Сколько тут оно? Ну, сантиметриков 5, наверное, максимум. Ниточка нарезана, да? Просто пряжа вот самая обычная, как пряжа для вязания. Вот она такая. Разные цвета. И тут ещё есть вот такой вот крючок. Знаете, такой крючок, чтобы петли ловить. Как я понимаю, сейчас я посмотрю, как это делается и покажу вам. Потому что мне самой очень интересно, что это вообще такое. Так, ребята, ну что, я вчера хотела постирать вот эту вот штуку, да, чтобы она, ну, как запах от неё исчез. Хотя, мне кажется, воняет вот эта бумажка. Потому что я выставила всё на улице, вот эти вот ниточки, да, в коробке. И когда утром пришла их понюхать, они уже не воняли. Смотрите, я постирала её вчера, да, вручную. И я вот прям чёрла так хорошенечко, чтобы отовсюду ушёл этот запах. И она высохла. Линии не исчезли. Но проблема в том, что они нанесены не в соответствии с картинкой, да, вот с этими линиями. Но всё равно легче считать, да, так по 10 можно легче разобраться. Я уже сделала один ряд, как вы видите, и покажу вам, как это делается. Это на самом деле очень интересно. Это новое, да, я этого никогда не делала. Смотрите, значит, я смотрю по картинке, какой у меня цвет. И тут идут какие-то специальные обозначения, вот такой светло-зелёный. Это, к примеру, вот такой вот голубенький должен быть, да. Ясное дело, схема сделана так, чтобы глаза чётко видели, где какой цвет. Я беру голубенький. Сколько их там? Две штучки. Две штучки, ну, так. Раз, два. Завожу крючок за одну полосочку. Тут идёт такой диссонанс, честно говоря, в голове, потому что тут идёт квадратик, а тут просто полосочка. Но вот уже буквально после первого ряда нормально соображаешь, что куда, как делать. Завела крючок вот под эту ниточку, да, одну под полосочку. Нитку, ну, вот эту, которую мне надо закрепить, я завожу под низ крючка. Вот так. И тяну наверх её, подтягиваю поближе к открытому крючку. Вот эти вот две ниточки, они должны всегда на одном уровне быть, так, чтобы хвостики ровно торчали. Завожу вот так вот в крючок, и когда я его затягиваю, смотрите, он защёлкивается, я его вытягиваю через петлю голубую, вот снизу, да, и вытягиваются ниточки. Получается, он закрепился. Вам просто надо любым удобным способом закрепить эту ниточку тут. Давайте ещё разок. Завожу крючок под полосочку. Так, он должен быть открытым. Беру ниточку, завожу под крючок. У меня это, конечно, всё ещё коряво происходит, ещё нету прям так ловкости такой, но интересно это делать. Завожу в петлю крючка. Так, затягиваю. И я ещё, вот если они как-то криво затянулись, я одну сторону подтягиваю, чтобы они были на одном уровне. Очень интересно. Так, дальше чёрная. Честно, мне очень интересно это делать. Когда вот эта связанная, навязанная часть будет длиннее, её можно будет вот так вот загнуть, и тогда передо мной будет лежать прямо вот эта полосочка, за которую надо цепляться. И тогда будет ещё легче и проще делать. Но первые ряды вот так. Так получается. Называется это летчхук. Да, я сейчас посмотрела в интернете, называется это летчхук. Я не знаю, как это по-русски назвать, но, наверное, что-то связанное с крючком. Там какая-то крючковая вышивка или ещё что-то узелковое, что-то там. Не знаю, может, вы знаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, честно говоря, до того момента, пока я не заказала этот набор, я даже не знала, что такое есть. Ребята, в общем, во всяком случае, я буду вас держать в курсе дела, вот это продвижение этой работы, потому что мне, конечно же, хочется её сделать. А, и ещё я подумала, что её можно будет спокойно постирать, потому что... Сейчас я вам покажу одну штучку. Так. Вот тут, смотрите. Я вчера просто перед тем, как стирать, просто закрепила один узелок, вообще не таким образом, просто лишь бы как-то закрепить его, мне хотелось посмотреть, как это делается. И когда я стирала, я стирала вместе с этим узелком. Смотрите, он держится очень хорошо, он немножко подраспушился, то есть, я думаю, после того, как я всё это сделаю, я её постираю в машинке, и она распушится ещё красивее станет, мне так кажется. Так, ещё что я хотела сказать. А, когда эта пряжа была мокрая, я её потрогала, это акрил, прям по ощущениям настоящий акрил, ну, для таких работ и берётся акрил. Ещё я вчера увидела, что, в принципе, такие работы можно придумывать самим дизайн, да. Единственное, что нужна вот такая вот сеточка, и делают такие, как панно на стенку, делают коврички прям на пол, по которым можно ходить, да. И единственное, ещё что там я увидела, что пряжу комбинируют, сами нарезают, просто из обычного моточка нарезают сначала, там, 20 сантиметров, там было в инчах, да. 20, потом его напополам и ещё раз напополам. Ну, короче, это чуть-чуть больше 5 сантиметров получается одна ниточка, ну, что-то вот типа такое по длине. И берут пряжу разную по структуре, и там какой-то узор простой себе составляет, но вот за счёт того, что пряжа разная по структуре, оно, конечно, ну, так по-особенному выглядит. В общем, ребята, на этом всё, мы с вами прощаемся. У нас ещё было родительское собрание в садике у Дашки. Мы пошли, я вам расскажу об этом событии, но уже в другом видео, потому что это получится слишком перегруженным. Спасибо за внимание, пока-пока!